Всем привет! Вы смотрите Черри ТВ и сегодня у нас закладка обычных деревенских куриных яичек вот в такой вот автоматический китайский инкубатор. У нас тут почти что 30 яиц и сегодня я вам все покажу и расскажу как и что делается. Но это небольшой экспериментик, так скажем, потому что делаю я это в первый раз. Можно сказать, вот в таком вот масштабе, в более-менее профессиональном инкубаторе, хотя бы не самодельном. Вот, поэтому сейчас я вам все покажу и расскажу. Так, ну в принципе этот инкубатор уже настроен, все здесь под куриные яйца подготовлено. Перед тем, как закладывать эти яйца в инкубатор, мы их просветим, потому что это небольшой экспериментик в том плане, что мы будем проверять, будет ли какой-то выводок из яиц, которые считаются как яйца с дефектом. Так, для начала я предлагаю подключить этот инкубатор в розетку, потому что у него есть встроенный авоскоп. Вот, смотрите, это лампочка, ее можно включить, и она светится. И сейчас мы при помощи этой лампочки будем проверять яйца на наличие каких-либо дефектов. Вот, допустим, такое куриное яйцо. Оно полностью однородное, хорошо просвечивается, никаких дефектов в нем не видно. То есть оно абсолютно хорошее, мы просто поставим на нем галочку и будем закладывать в инкубатор. А вот это вот яйцо, хоть на просвете и однородное, нет никаких пятен, но оно мне не нравится своим размером. Возможно, там даже два желтка или что-то еще, поэтому поставим знак вопроса, что оно какое-то немножко, да и в принципе по форме слишком овальное. Мы его тоже заложим, но посмотрим, что с ним будет происходить во время инкубации. Вот это тоже хорошее яйцо. И это хорошее яйцо. Ну, в общем-то, таким образом я проверил все яйца, и у нас оказалось, что нет каких-то плохих яиц, кроме того вытянутого, большого, которое мне не понравилось своей формой и размером, а остальные все яйца очень даже хорошего качества. Температуру на инкубаторе я уже выставил. Вот при помощи кнопки настройки, вот она у меня стоит 37,8 градусов по Цельсию. Вот сейчас плохо видно. 37,8. Но пока что у нас температура еще не дошла до этой отметки. Как мы видим, пока что у нас здесь температура 37,3 градуса, так что он пока еще набирает. Снимаем крышку аккуратненько. Вот так. И начинаем выкладывать яички. Так. И кладем вот таким вот образом все яички. Этот инкубатор практически полностью автоматический. Поворот яиц осуществляется при помощи нажатия одной кнопки. Вот. Все очень просто и легко. Я пока отключу инкубатор, чтобы он не нагревал здесь, лишнюю работу не совершал, пока я выкладываю все яички. В общем-то, вот таким вот образом я разложил все яйца. И сейчас я покажу, как запустить сам инкубатор. К сожалению, бутылок я пока что не нашел, поэтому воду я налью туда на дно инкубатора пока что сам, вручную. Потом я по-быстренькому где-нибудь найду бутылки, и она будет подаваться вот через эти вот штучки. вот автоматически сама, как только будет испаряться старая. Вот. Но пока что я налью туда ее сам. Все, водичка, инкубатор я заполнил. Теперь накрываем его крышечкой. Ага, плотненько. Инкубатор плотно, герметично закрыт. Подключаем его к электросети. И ждем, пока что он наберет нужную нам температуру. Вот так вот температура набирается. Сейчас 31,2 градуса. И мы ждем, пока что будет 37,8. Так вот, хочу сказать, сделать заметочку, что почему-то, интересно почему, от этого китайского инкубатора немножко попахивает таким клеем, знаете, термоклеем, который плавится, и вот такой вот запах прям неприятный. Надеюсь, это никак не повлияет на результат нашей инкубации. Яички там сейчас внутри. Вот. И хочу вам еще продемонстрировать, пока что температурка набирается, что при помощи просто одного нажатия кнопки мы запускаем поворот яиц. Это происходит постепенно, очень медленно, но делают они оборот под нужный градус. Я еще в инкубатор поместил свой термометр, чтобы отслеживать заодно и влажность, потому что этой функции не предусмотрено в самом инкубаторе, и плюс сверять показатели температуры с теми, что выдает инкубатор, чтобы быть удостоверенным в том, что он работает корректно. Только стоило мне заложить яйца, и уже начинаются какие-то проблемы. Здесь температура показывается 37,7, ну, в общем, в этом районе. Но вот на термометре, который я установил внутрь, температура уже достаточно продолжительное время держится на отметке 34,5 градусов. Это очень мало. И я даже не знаю, какому термометру доверять, встроенному или своему, который я заказывал отдельно. В любом случае, это больше как экспериментальная кладка. И, как по мне, этот термометр достаточно неплох. Ну, в общем-то, постараюсь сделать так, чтобы и этот термометр показывал не прям сильно зашкаливающую температуру, и этот термометр показывал хотя бы температуру, которая будет близка к норме. В общем, будем искать компромисс. В общем, выставил я на панели инкубатора температуру 39 градусов. Это, конечно, многовато. Но даже с такой температурой и термометр я поставил чуть ближе к центру, и всё равно он там показывает, ну, 37,3. А нужно хотя бы 37,5, в идеале 37,8. Просто я не знаю, какому термометру лучше доверять. Тому, который внутри инкубатора, или тот, который встроен в инкубатор. И ещё я, кстати, нашёл одну баклашечку. Я думаю, пока что этого будет достаточно. Потом поищу ещё немножечко. Накрыл инкубатор вот таким вот пледиком, чтобы тепло особо не выходило, и он нормально его удерживал. Вот. Поэтому обо всех изменениях буду вам сообщать. Буду снимать постепенно ролики. Думаю, в следующем видео мы уже будем просвечивать яйца при помощи вот этого вот фонарика на наличие зародыша, на наличие, на плодность, в общем-то. И отберём те яйца, в которых не будет жизни. Вот. И посмотрим всё вот это вот обязательно. Вот. Это будет примерно через 5 дней. Поэтому обязательно подписывайтесь и ждите новых видео про этот инкубатор и про то, какие в нём будут развиваться цепочки. Ну а всем спасибо за внимание, спасибо за просмотр. До новых встреч!